А сегодня тему подняли уже на расширенном заседании общественно-консультационного совета при антимонопольной службе Чувашии. На площадке ТПП собрались все заинтересованные стороны. Обсуждение шло эмоционально, порой даже на повышенных тонах. Ольга Григорьева продолжит тему. Ситуация тревожная. Начинает выступление председатель гильдии рекламистов Чувашии. Свой доклад он называет не иначе, как двойные стандарты в регулировании наружной рекламы. Но прежде глава гильдии напоминает суть спора. Непростые отношения между городской властью и некоторыми рекламными агентствами сложились после истечения срока договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также последовавшего распоряжения главы администрации об их демонтаже. При этом кого-то распоряжение коснулось, кого-то обошло стороной. Сегодня в нашем городе с просроченными договорами стоит около 400 рекламных конструкций. Почему же демонстрации в отношении их не проявляет ту же принцип? У меня вот здесь есть небольшой список, я не буду в целях экономии зачитывать. Сроки окончания, уже закончились сроки разрешения и договоров других компаний. Ну, щитки продолжают эксплуатироваться. Кому можно? Председатель гильдии демонстрирует по ходу своего выступления. Вроде как закон один на всех. Но получается, что дышло. Кому отвечать на поставленные вопросы? Тоже вопрос. Представители администрации пригласили, но по каким-то причинам они не приехали. Свои выступления участники заседания адресовали руководству автономного учреждения «Городская реклама». Сегодняшний день проводятся демонтажи рекламных счетов тех, по которым имеется решение судов. Либо самовольных рекламных конструкций. Это только тех, на которые не были выданы разрешения. Да, эта работа проводится, она будет проводиться. Претензий друг к другу накопилось немало. Доводы у каждого свои. Безусловно, требования о демонтаже должны применяться одинаково ко всем. Так по закону, говорят независимые эксперты. Оба лагеря призывают не уходить в эмоции, чтобы не довести ситуацию до абсурда. В прошлый раз мы собирались, администрация говорила, мы предоставим гарантийные письма о том, что мы не будем никак демонтировать трудового. Вдруг вы выиграете, у вас бизнес должен плавно перетекать из одного состояния в другое. У вас должна быть выдана разрешение документации на практике, все получается не так. И мне кажется, что вот это рекламное сообщество не должно бы тоже вот ждать таким образом, когда там суд вынесет ко всем определенные иски. Вот мне кажется, что вы должны тоже как-то солидироваться и принять решение демонтировать рекламные конструкции. Должны со стороны администрации объявлены быть торги, а со стороны лиц, которые должны размещать, соответственно, равный подход. Почему торги не прошли до сих пор, как положено по закону? Почему в Новочебоксарске не возникла такой ситуации, как в столице? Вопрос осыпется, как горох. Торги пытались провести, но вынужденно отменили, объясняет другая сторона. Уже задать конкретный вопрос, конкретный вопрос, который отвечает за говеретный комплекс. То есть не пора ли нам пора уже в том числе? Да, ответственность надо. Но главная проблема, что делать в сложившейся ситуации? Представители рекламных агентств предложили свое решение. Объявить своего рода мораторий по рекламным конструкциям до 1 июля будущего года, заключить соглашение между всеми участниками и продолжить оплату за рекламные конструкции, провести торги и еще несколько шагов. Они войдут в протокол этого расширенного заседания. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика.